Всем понятно, куда мы двигаемся. Это Крымский полуостров. Со стороны Тамани пересекаем Керченский пролив, дорогие друзья, и приближаемся к Крымскому мостику. С момента, как мостик обзавелся подсветкой, мне больше нравится по нему проезжать непосредственно в ночное время. Очень красиво смотрится. Если вы не были, посмотрите ночные мои видео с Крымского моста. Это восхитительно. Впереди у нас гора Митритат. Обелиск мы видим отсюда, но туда мы сегодня не поедем. Впереди вы видите с левой стороны Чокракское озеро, с правой стороны находится Азовское море и Песчаная коса. Мы поехали в этот раз с этой стороны. Обычно все ездят с левой стороны объездом по самому заповеднику. Можно прокатиться на машинке с ветерком. Но тут был хороший асфальт. Я думаю, в дальнейшем он вообще появится как раз-таки именно до этого места. И будет вообще очень круто. Выглядит это клево. Сейчас посмотрим, что там с грязями. Озеро, кстати, не розовое. Пока. Может быть когда-нибудь, когда оно начнет засыхать. Это местечко как раз-таки возле курортного. Пляжик, смотрите, намывается здесь песочек. Люди на машинках ставят песок совершенно другой. То есть тоже вроде бы ракушечка, но видите, все такое перемолтое. У меня ракушка. И огромное количество беду. Море такое черное, бушующее. Прикольно. Больше всего мне интересно, наверное, даже теплое оно или нет. То есть, а море, ну не сильно, я бы не сказал, что холодное. В принципе, норм. Приехали вот именно к тому месту, где как раз-таки грязью мажется. Озеро Чакрак. Память о природе. Посмотрите, сколько здесь людей отдыхают. Очень многие, кстати, мажутся грязями. В озере Христерли взорвались соли. Из-за этого осталось очень много разных помостов. Сейчас этим не занимаются. Просто люди сюда приезжаются и мажутся грязью. Считается, что очень сильно помогает от всего. Молодеет. Мимимичности. Посмотрите, какая красота просто. У меня как у Юрмана. Ой-ой-ой-ой. Смотрите. Вот это да, смотрите, какая красота, ребята. Просто не жизнь, а счастье. Я говорю, нашим людям дай только поглязи поползать. Бесплатно, ребят, понимаете? Что это вам ничего не стоит. Только приезжайте. Бесплатно поставили палатку. Бесплатно в грязь залезла. Вообще, не жизнь, а сказка. Поняли, место это очень популярное. Но потом в машине будет вонять. Вот что мне порадовало. Девушка в гольфах. Это очень круто. Отправляемся дальше, ребятки. Вместе с вами. Жалко, мы там не показали контент ню. Прям вообще совсем ню-ню-ню-ню. Нельзя такое показывать. Я смотрю, тут ребята на виндсерфинге катают. Если был бы мой кайт со мной, можно было бы сегодня в море погонять. Люди отдыхают слева и справа в палатках. Интересно, почему не этот дачный генеральские бухты. Здесь вот находится мыс зеленый. Смотрите, какая красота. Фантастика. Вот там люди, кстати, спрятались от ветра. Нам тоже надо искать такую же бухту. А были мы только что вот в этом месте, где беседочка. Переехали чуть дальше. Прям вот гуляешь здесь. Вот эти вот камушки. О, смотрите, как он катается. Ух ты, керамический звук. Эй, кто там внутри? Выходи. Люблю тут каждый камень. Выглядит это нереально классно. Вот такие вот места, друзья мои, создают вообще идиллию. От того, когда ты приезжаешь, чтобы ветер отключить, было бы вообще классно. Это зеленый мыс. Сейчас пойдем туда, сходим на него. Слева там очень много разных автобусов, машинок стоит. То есть место довольно-таки популярное для посещения. Наверное, не из первых бухт. Я вижу себя вот где-то туда дальше, чтобы поменьше ветра попробовать поймать. Смотрим в эту сторону. Кадры просто завораживают. Такая красота. Смотрите, ребята, как отдыхают. Корот, да? Тут они спрятались от ветра, как раз таки. Ярослав все стоит там, на том верху. Здесь, друзья, видите, камушками выкладывали стены. Я так понимаю, что это было как строжевое место. Может, башенка какая-то. Видно, что остатки каких-то античных построек. Представляешь, как здесь жили люди. Слушайте, вообще идеальный пляж. Просто здесь очень много людей приезжает. Мы попробуем, конечно, объехать сейчас туда. Посмотрим, если что, вернемся сюда. Здесь вообще такая минимальная волнишка. То есть и место, я думаю, было шикарное для отдыха. Мне, по крайней мере, очень нравится. Чисто так ваш пляж. И вот тут нас задувает ветер, а там внизу люди получают просто вечно удовольствие. И таких бухт тут просто нереально много. Не зря называют генеральские пляжи пляжами тысячи бухт. Люди сидят, отдыхают. Крутяк. Хотели бы так же? Пишите в комментариях. Детки купаются. Море тут, посмотрите, какое прозрачное. Все, мы приехали туда, куда надо. Это мыс Зеленый. Можете увидеть всю эту красоту. Вот. В этом есть что-то вообще такое завораживающее. Так, ладно, отправляемся дальше. Здесь было красиво, интересно. Но ищем место. Выходим на пляжик. Мы пошли проверить, есть ли здесь места, чтобы постоять. Мы приезжали. Я снимал в квадре, как раз таки, вот эту бухту. И ту, которая сзади меня. Мы с ребятами сюда приезжали. Поэтому я помню, что здесь интересно. И будет где полазить, что посмотреть. И, в принципе, сама бухта тоже интересная. Сейчас посмотрим, что тут с ветром. К сожалению, много людей здесь стоит. Вот все такие классные места. Вот мне больше всего вот это понравилось. Стоит вот эта машинка. Там, видите, люди живут. Там вообще от ветра защитится. И туда дальше тоже там стоит тент. Поэтому поедем в следующую бухту. Но бухта суперская. Проехали дальше. Походу, нашли лагуну мечты. Вот здесь под горкой можно встать. Либо вот сюда, чтобы закрыться от ветра. Видите, даже трава не колышится. И вот с правой стороны есть еще такая мини-лагунка. Прям очень круто. Пошли в место, которое нам хотелось. Фантастика. Просто фантастика, ребята. Ветра нет. Небольшая волна. Скалы, в которых можно будет потусить, поделать фоточки. Красиво. И ягод тут тусуется, в общем, вовсю. И, конечно же, моречка. Море, вовсю, не азов. Волнуюсь, но это все мелочи жизни. Пляж, ракушечка. Красота. Да, мы ее нашли. Лагуна мечты плюс возможность положить по скалам. В России такое возможно. Ездили в бухты, чтобы найти где-то уголочек, чтобы никого не было. Ребята, смотрите, с собаками. Перед нами прям прибежали. Огонь. Просто у меня нет слов-то, смотри. Давайте вместе так. Россия. Огонь. Смотрите, чтобы вы понимали, пляж, ну вот, они машину поставили, прибежали к нам сюда поставили этот. И пляж вообще абсолютно пустой. Здорово, что не придумаешь, отвечаю. Платочку пока не ставим. Кальянчик. Швычок. Ну, Ярий, покажи, как выглядит это счастье. Счастье, друг. Счастливые глаза ты не показываешь. Ребят, ну это, по-моему, рай. Как вам? Видите, конечно, этот, видите, немножко и смущает. Мы выбирали место, чтобы мы были одни. Уже куда-то ехать дальше мы не можем. Мы кушать хотим. Продолжаем свои кайфуши. Как тебе, Ярослав? Супер. Побода отличная. Место шикарное. Мы даже мидии, ребят, поймали уже, похавали. Вот смотрите, вот такого формата. Правда, волны не дают нам сильно заходить. Мясо и кайфуши просто. Идет закат. Вот это восхищение. Сейчас будем уже ставить палаточку, походу. Дорогие друзья, сейчас Ярослав вам продемонстрирует, как правильно и быстро устанавливать палатку. Вы можете увидеть, что площадку мы подготовили, очистили от всякого ненужного мусора. У нас тут небольшой ветерок, летят стаканчики, мы все уберем. Не переживайте. Итак, Ярослав, давай покажи, пожалуйста, на что ты способен, что ты можешь сделать, как лица, за три секунды в этой жизни, кроме того, что лица зажечь в женщине огонь. Зажигать в женщине огонь? А, давай, показывай. Значит так, все, площадка готова. Ну, если хорошенько потренироваться, можно установить легкие движения в дочке. Оп, оп, все пошло, именно так, как надо. Оп. Ты, как говоришь, девушка, у меня есть все для того, чтобы вам было хорошо. И что именно? Все, говорит. Все, палатка готова. Палаточка у Ярослава готова, можно заходить и жить. Вообще. Тут даже отмошек есть, короче, поняли? Не все так просто. И заглядываем сюда дальше. Все. Уложим карематы и можно отдыхать. Вот с таким шикарным видом на море и закат. Ярика, конечно, все легко и просто. Это мои апартаменты. Прям лакши. Ну, те, кто видит палатку, это уже знает, как я ставил. То есть, ну, ставили мы, конечно, гораздо дольше. Это тамбур, прихожка. Где-то тут она открывается. А там можно спать. Крутяк. Как вам такое, ребята? Это луна. Фантастик, нет? Смотришь на это и это. Я вот это самое крутое утро, которое может быть для вас. Рассвет. Что-то луна, как светила ночью здесь была пока. Бухта. Что вам рассказать, ребята, о том, что было в палатке. Я, видите, закопал нафиг ночью. Перед тем, как пойти спать, короче, у нас палатка рухнула. И ночью искались камни. Устанавливалось. Тут где-то все вот эти колышки там поразлетались, короче. И Юра, как трактор, ее полностью засыпал со всех сторон. Какая офигенная палатка у Ярика. Я понял, что я уже не хочу себе большую палатку. Очень классно. 5 секунд поставил и забыл. Долго стоишь ты еще и получаешь такой бонус-малус. То есть, большую парусность. Вот здесь я так и не получать. Не смог насыпать огромного количества песка, чтобы ее закрыть. Но все равно. То есть, полость вниз, конечно, великолепно. Ни холодно, ни жарко. Все очень круто. Доброе утро! Ах, просто фантастик. Слушайте, тепло, хорошо. Ветер где-то в 3 часа ночи закончился. И стал совершенно по-другому. Настолько круто, настолько классно просто. Твой кущий лайк. Вот это самое доброе утро, да? Ярий, как тебе спалось? Отлично. Отлично, смотри. У нас пошла жара уже. Распаливается костерчик, чтобы будем жарить шашлычок. 7 утра, ребята. Мы вчера во сколько, интересно, легли, да? Вот классно. Солнце зашло, мы с Яриком еще посидели тут на бережку. Попили немножко воды. И было по кайфу все. Такая картинка. По-моему, это просто нереально круто. Блин. У нас же здесь щелцкалы есть там. Как это красиво. Как это классно, ребята. Вот просто утро на море. Аж пач под шум. Море прибоя-то. Вообще вот так. Просыпаюсь с утра и думаешь такое. Как прекрасен этот мир на самом деле. Смотришь на эти виды. Думаешь, вау. Друзья, я знаете, на самом деле хочу... Вот помимо того, что палатка, да, у нас там снесена была ветром. Какие-то расстройства. Луна. Это второе солнце зашло. Мы наблюдали просто звезды. Я как давно не видел столько звезд. То есть здесь нет засвета совершенно. Смотришь прямо столько звезд. Это фантастика. Такие эмоции получил. Каких не было очень давно. Даже я сам, когда ездили, ну где-то там останавливались в палатках. Это было совершенно не то и совершенно не те эмоции. Здесь это фантастика. Просто круто. Вот представьте, что только мы одни вот были днем. Кстати, вот с теми ребятами, которые здесь отдыхали, вы тоже подружились. Хорошие ребята. Господи. Господи, как это красиво. Хочется просто с утра на рассветных красках пройти немножечко. Здесь же еще одна, вот в правую сторону бухточка. О, здесь тоже, смотрите, кто-то прибомбился на ночь. То есть рядышком с нами люди отдыхали. Машинка стоит. Интересно, не с палаточкой или без? В экранили ниже. Наверное, просто машинки спят. Не будем будить. Не стали мешать. Каждый себе по бухточке, по местечку. И все кайфуют. У всех все хорошо. Фантастика, да? Там пока сейчас ребята приготовят кофеечек. А нет. Я ошибся. Смотрите, как круто сделано. И палаточка. Вот тоже маленькая, видите? И такую загородочку сделано. Которые сидели, ели, напивали. И посмотрите, какая, ухта, какое море. Господи, вообще не верится, что я это все вижу. Тут адача, вот пляжик, который был перед этим. Там не смогли бы распуститься. Или там машин было много. Тут адача еще машинки спят. То есть людей, даже вот сейчас, довольно-таки большое количество. Стоишь где-то на море, смотришь на такие скалы, думаешь, вау. Генерал это очень круто. Говорит, это самые крутые пляжи Крыма. Тем, кто не верит в это, приезжайте, убеждайтесь. Еще в море чуть поменьше волна. Если оно успокоится, может быть, у меня раздобудим еще миди. Все удалось, но маленькие. Потому что мы видим, что ребята тут, которые до нас были, ели гораздо более крупные миди. И у них, там у них огромное, тут мы такие маленьких кушали. Хочется, больших поесть. Смотрю на скалодку, думаю, залезть что ли на нее. Юра только сегодня решил обойти все владения. Посмотреть, где они проживают. Это интересно. Эти камушки с дырочками. Здесь тоже все испещрено ветром. Смасшедшие виды. Главное, не совершенно дарахнуться. О! Тут тоже можно попытаться залезть. Смотрите. А тут тоже мини-пляжик. Лучшие, как говорится, скульптуры, это, конечно же, ветер, дождь, природа. Самое классное, что с утра уже тепло, если от солнечка. То есть, они будут очень хорошо. И вот здесь скалы. То есть, на них можно было как раз-таки миди пособирать. Но вчера не получилось к ним подойти, потому что не видно дно. И очень сильно бьет. Красота. О, кстати, отсюда наша обувь, то еще красивее. Значит, здесь пройти. И штепках это сложно делать. Плюс растения. В общем, если я пишу вам из травмпункта, значит, я не прошел. Надо перепрыгнуть вот на эту расщелину. Ать, 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 ать. Ау. Уф. Есть контакт. А-а-а. Это прям щекочет нервы. Интересно, этот камень не упадет никуда. А-а-а. Царь горы. Пора. А-а-а. Завтракать. С утра такая небольшая экскурсия. Я еще так не летал на квадрике, потому что приехал. Вчера такое удовольствие получал. Шум моря. Уединение. Шашлычок. Приятные люди. Это было очень круто. Надеюсь, вы таким вещами занимаетесь и почаще. Ничто не может быть чудеснее, чем кофе три в одном. Только что свежесваренный ярославом. Вообще идеально. Ах, красота. С этим кофем сейчас запахнет прям бас из экрана, ребята. Кофе с морем. Это просто. Очень классно. А сейчас, знаешь, шашлычок подходит. Смотрите, ребятки, у нас завтрак. Азовские, кстати, мидии гораздо вкуснее, чем черноморские получаются. Но я покажу удовольствие. Как оно. С утра под винишко. Вообще просто поворачиваешься. Чем занимаются мужики, короче, по утрам лазают. Как тебе виды, Ярик? Вообще, это на сессии. Как будто на другой планете. Это точно. Причем, смотрите, здесь пляж, видите, такой песчаный. У нас в нашей лагуне, где мы стоим, пляжик получается ракушка, да? Больше туда дальше песочек начинается. В общем, сказать, что здесь круто, наверное, ничего не сказать, ребят. Путешествуйте. Не сидите, как говорится, дома. Кайфуйте. Получайте удовольствие. Иначе вы вот эту всю красоту пропустите мимо. Ребята отдыхают. Это реально как будто не наша планета. Совершенно другие эмоции, другие краски, которые даже себе представить нельзя было. Отсюда наш лагерь вообще как на ладони. Неописуемая красота. Это наша бухта, получается, вот просто фантастика. Просто смотрите, какие огромные. Прямо с ладошку. По ширине практически. Вот это мидии. Они причем полные. Мы готовим, они раскрываются очень вкусно. Чайка отдыхает. Еще вот на этом берегу Бакваны сегодня крылья сушили. Мы уже пообегали все. Вооружившись огурцом. Идем вот на тот мыс. Попробуем полетать. Орванчик с нами. Надеюсь, что все закончится хорошо. Ваше здоровье. Из-за своей структуры, неоднородности. Вы видите, в скалах очень много разных пещер. В детстве так мечтал найти где-нибудь пещеру. У нас не было. А здесь их просто очень-очень много. Шум моря просто. Такая атмосфера, ребята. Это фантастика. Пляж. Видите, песочек пошел. Там, где мы стоим, ракушечка. Мы там от ветра прятались. Как тебе, Ярослав? Говори. Место супер. Особенно сегодня никого нет. Ну, люди приезжают, смотрят, что мы здесь стоим и уезжают просто. Туда дальше, видите, там в каждой бухточке кто-то стоит. Идеально. Разбираюсь, Ярослав говорит, что вот это борщевик, от которого можно получить ожоги. Так что будьте аккуратны предельно. И вот тут много. Скалы кажутся такими низкими. Мы по тропе идем. Они все выше, выше. Интересно, залезем мы или нет. Большой такой вопрос. И обратный вам вид, ребята. Даже не знаю, с какой стороны бухта выглядит красивее. Пишите обязательно в комментариях, с какой стороны вам наша бухта нравится больше. Отсюда или с той стороны. Паза закончилась. Дальше. Карабкаемся по скалам. Потихонечку. Я еще с рюкзачком. Ярику немножко полегче. Охренеть. Это что за рай? Видите, галышом купаются. Просто фантастика. Добрались на самый верх. Я хочу вместе с вами испытать эти эмоции, когда мы увидим, что с той стороны. И... Ух! Там дальше, видите, тропа идет до берега. Там какие-то развалины. А здесь, смотрите, пляж. Вот туда прям под скалу можно залезть. Как пещера. Вон чайка сидит. Сейчас супер. Потихонечку спускаемся. Здесь, смотрите, вообще такое ощущение. Ветра нету. Камень уже готов падать. Но пока не падает. Здесь кто-то заплыть будет. Чисто ваш пляж. За ним там еще одна бухта. Свои счастливы. И туда их, смотрите, они прям... Дальше, мне кажется, еще более живописные становятся. Бакваны сидят на камнях. Просто, вау, картинка сушит свои перочки. Мне кажется, что из ближайших бухт мы, наверное, выбрали одну из самых крутых. Конечно, и туда виды просто завораживают. Ну и здесь у нас широченный просто пляж. Смотрите, он только наш. Водичка супер. Морешко 25 градусов. Купась, как говорится, не хочу. Отдыхай на все сто процентов. Ну где красивее? Ребят, где вы были? Напишите, где места более чумачечья, чем здесь. Нам будет интересно вас услышать. Кайф в том, что, понимаете, вы приезжаете даже с палаткой. У вас столько тут вот моментов для путешествия, по тропам погулять. Просто нереально круто, нереально классно. Само это состояние, ощущение. Ты на краю земли. Просто вау. Стоишь и получаешь какие-то несгладимые впечатления от всего того, что тут у тебя происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и все, а это самая верхняя точка, с которой видно совершенно все Здесь полностью вся панорама вокруг, эти нереальные скалы, нереальные виды Ну пора возвращаться, надеюсь, вам все понравилось, ребятки, возвращаться к машине, мы здесь еще до самого вечера Так, палатку разобрали Так, палатку разобрали, у нас тут еще соседи появились, на самом деле сегодня приезжало еще пять машин Вот так вот затянул тучкой, вообще такой свет красивый Мидии, море, вино, кайф! Ребятки, в заходе за скалы, здесь такое состояние нереальности просто Думаешь, это вообще возможно? Это вообще здесь? Здесь такие на сгромождение скал И вот оттуда, со стороны Фантастика Смотрите просто, что происходит Туда вода залетает со всех сторон, ребята А если туда дальше зайти? Фантастика Что-то нереальное вообще Вот это красота Еще ребята приехали на отдых Смотрите, всегда после себя оставляем чище, чем было В этой бухте огромное спасибо за то, что подарила нам столь незагладимое впечатление в отдыхе Это просто фантастика Получается, в первую жизнь, ну не в жизни, за семь лет Пробил все ногу гвоздем, кстати, покинулся прямо возле машины Надеюсь, что все будет хорошо Не сильно глубоко оно там вошло Дай бог, что все было хорошо В общем, смысл такой, ребятки Я впервые за семь лет провел практически без камер Два дня, одну ночь И это было восхитительно Луна, звезды, небо Получили такое незавидимое впечатление И отпечаток на душу Что я уезжаю отсюда совершенно другим человеком Но это еще не конец Мы едем дальше за грязью Хочется сказать, смотрите, что на грязь мы приехали Там, где набираются, здесь вот мусор и стоят прям, блин Те, кто кидает мусор, выпученные люди И вот привезли, положили, ни денег никто не берет Вот, лайк Идем за грязью Чем больше грязи, шире морда, да, Ярик? Да Куда мне еще шире, сколько мы мясо съели? Мидии, это вообще просто, кому расскажи, не поверят Вообще красоты Уже мужички намазались, прям как-то интересно Местами крутяка Сейчас мы такие же будем, да, Ярик? Угу 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 Блин, вот я сейчас за ногу переживаю То, что пробил, уже вам будет Ну, надеюсь, что все будет хорошо Прям, ну, очень Смотрите, тут ребята тоже влоги-блоги снимают Что-то там грязью намазались, красавцы Поруют люди, короче, грязь Ярик, ты что там нашел? Золото партии? Никак Ярослав Ныряй Ярик пошел помогать явно Вот это огонь, вот это шок-контент Ярик, что ты там видишь? Расскажи нам, короче, эмоции Ничего не видно? Вообще ничего Ярик, держи, смотри, штаны свои, держи И потом покажешь следы Давай Ты пометила мужика, ты обязана на нем жениться Я покажу? Да Смотрите, что Ярик делает Как ощущения? Вообще клево Всем советуешь? Вообще всем советую Это самое лечебное озеро Вообще А ну лайки сделай, я тебе сфотографирую Ноги шире Ярика Ушли в закат Ушли в закат Вообще Смотришь на это Они, по-моему, больше всего этого ждали Все эти дни Чтоб приехать и в грязи поваляться Счастье вдруг Еще не повернулось Какая красота, ребят Просто фантастика Вы узнаете вообще, кто это? Ярик, ты ли? Фото 50 рублей Как ощущения? Вообще супер Все нравится? Это самое главное Ну покажи, как это отмывается тебе Ныряй Все, пошел Ярослав отмываться О, и чистый, учитесь Вот это да Самый красивый момент Когда проезжаешь через мост Рымский Подсвеченным цветом триколора Дай бог, чтоб стоял вечно И никто не мог на это повлиять Посмотрите просто, какая фантастика Что слева, что справа Я помню, когда мы открывали его Какая красота сейчас Ребята Постоянно захватывает дух От того, что здесь проезжаешь Всем назло С той вечной Ну что, дорогие мои Вот на этом мы уже точно ставим Жирную точку в нашем путешествии Надеюсь, что вам было интересно посмотреть Ждем ваших комментариев Лайков Особенно насчет последнего, так сказать, сюжета Про грязь Пока-пока